Это лайв, прямой эфир, спасибо, что вы с нами. Сергей Шнуров ответил на иск сессии фастфуда Бургер Кинг. Ему пригрозили судом за стихи, в которых упоминаются эти рестораны. Судя по реакции музыканта, угроза штрафа его совсем не волнует. Вот что написал Шнуров в своем инстаграм в ответ на обвинение. Это успех поперло ни дня без суда. Но одним инстаграм музыкант не ограничился. В твиттере он написал еще один ответ ресторанной сети. На этот раз стихотворно и, что интересно, без мата. Бургер Кинг, сними корону, покемонов я отец. Вы держитесь там, здоровья, не обостритесь, наконец. Ну и на этом не остановился Шнуров. Скандал с рестораном вдохновил музыканта на целую серию стихотворных шедевров. Вот этот получился особенно длинным и, как нам кажется, поэтичным. Его Шнуров опубликовал в подписи к своему фото на фоне большого сэндвича. Завертелось судилище века. Хоть от прошлых дел шум не утих. Бургер Кинг, супротив человека, написавшего маленький стих. Он же бургер и кинг. Ну а кто ты, чтобы хаять его промокод? И писать про феномены коты. Он кормилец, король, а ты скот. Пишешь ты в инстаграме. Алкоголик, мерзавец и дрищ. Не таких с Бургер Кинг увольняли. Ну, короче, гони 200 тысяч. Ну, кто знает, может, теперь стоит ждать целый сборник стихов от лидера группы Ленинграда. И напомню, что скандал начался тоже со стихов, а точнее с публикации, которую Сергей Шнуров поместил в инстаграме еще 4 дня назад. Он выложил вирши про икоту от промокодов. Ну, вот эти строки могут довести музыканта до суда. Мамочки в декрете или боты предлагали в интернете заработать. Обращаясь то к Зине, то к Гале, похудеть мне они предлагали. Бургер Кинг, промокод, не однажды доводил до икот тех, кто слабже. Ну, вот теперь Бургер Кинг требует от Шнура сочинить нецензурное опровержение стихотворения. Представители компании поняли стихи очень буквально и опасаются, что так же их воспримут и клиенты. Пусть там будут нецензурная лексика, все как любит Сергей, для нас главное, чтобы там было опровержение. Никакой икоты от наших купонов не возникает. Поэтому считаем недопустимым формировать у этой молодой аудитории неверное, я бы сказал, ложное представление о Бургер Кинг. Никакой икоты наши купоны или промокоды и близко не вызывают. Это полнейший бред. В общем, мы обиделись, если можно так сказать, и просто так это не оставим. Ну, а между тем, по Шнура собрал уже 60 тысяч лайков и сотни комментариев. Юристы сочли, что рифма Шнура могла привести к репутационному ущербу для компании. Иск планируют подать на следующей неделе. Его сумма может составить 200 тысяч рублей. Не впервые используют Шнуров название бренда в творчестве. Все помнят песню «Экспонат», героиня которой отправилась на выставку Ван Гога в туфлях с красной подошвой. Напомню, песни и клип стали хитом интернета. После этого центр дизайна «Артплей» решил сделать скидки посетительницам в Лабутенах. В отличие от Бургер Кинга, российские представители бренда заявили, что не имеют претензий к группе «Ленинград». Есть ли шанс у сети фастфуда победить в этом споре, как ни попай в суд за использование бренда в соцсетях? И может ли обычным людям грозить преследование, если они упомянут название, например, какого-нибудь ресторана в своих стихах? Обсудим все эти вопросы с юристом Тимуром Хутовым. Тимур, приветствую вас. Как думаете, дело дойдет до суда? И если да, то ждать ли нам, например, следственного эксперимента по поеданию сэндвичей на предмет, действительно ли они вызывают икоту или нет? Здравствуйте, коллеги. Вы знаете, следственного эксперимента нам ждать не придется, я думаю. И очень приятно, что компания «Бургер Кинг» с ноткой юмора оценила этот выпад. Они, как вы правильно сказали, согласны на ровно такое же, пусть и не цензурное, но опровержение первичного выпада. Что касается каких-то дальнейших действий, то если дело дойдет до суда, я полагаю, вопрос решит элементарная лингвистическая экспертиза, которая со всей ответственностью скажет, является ли данный текст оскорбительным для компании, содержит ли он какие-то, может быть, уничижительные тезисы для компании или нет. На мой скромный персонально-личный взгляд, все происходящее является обоюдной некой пиар-акцией. Пиар-компании, да, об этом многие говорят, и тем не менее, опять же, многие начинают сомневаться, а можно ли в дальнейшем постить какие-нибудь фотографии, видеоролики с отзывами о тех или иных компаниях, не дойдет ли это дело до суда? Вообще, где эта грань? Что можно говорить, а что нельзя? Ну, грань на самом деле у нас, если буквально исходить, то все мы учили в школе русский язык, и все мы можем отличить утвердительные предложения от предположительных. Например, я могу утверждать, что меня зовут Тимур Кутов, но я могу предполагать, что тот или иной человек принадлежит к определенной социальной группе. Я не знаю этого наверняка, я это предполагаю. Мне кажется, говоря простым языком, это оценочное осуждение, и за предположение у нас никакого наказания никто нести не может. В тексте, который опубликовал Сергей Владимирович, как его, наверное, мало кто называет Шнуров, на мой скромный взгляд, содержится понятие ближе к утверждению, нежели к предположению. Но, опять же, я не эксперт-фонетик, не лингвист, и я не могу на себя со всей ответственностью взять смелость и утвердить, является ли это оскорблением или нет. Просто универсальные средства на будущее для тех, кто не использует подобные вещи в каких-то рекламных пиар-компаниях, а действительно хочет, например, сказать правду о том или ином бренде, конечно, со знаком, например, минус, что не нравится тем или иным корпорациям. Достаточно ли добавить слово «моё оценочное осуждение», чтобы не дойти до суда, или этого недостаточно? Простым языком можно добавить слово «мне кажется». И всё. Спасибо огромное, Тимур Хутов, руководитель уголовной практики, юридической компании BMS Love Firm, был на прямой связи. И мы пытались разобраться, дойдёт ли дело до суда в споре, как многие думают, в пиар-споре, да, между Сергеем Шнуровым и компанией Burger King. Бургер Кинг последняя просит опровержения в стихотворной форме рассказать певца, лидера группировки Ленинград, что их сэндвичи не вызывают экоту. Ну что ж, посмотрим, до чего дойдёт процесс и каким будет решение Фемиды. Скандал с Burger King, конечно, разделил пользователей соцсетей на два лагеря. Большинство поддержали Шнурова. Люди возмущены. И они считают, что автор песни про Лабутен имеет полное право использовать название бренда в творчестве. Многие даже объявили сети фастфудов бойкот, если она не отстанет от Шнура. Ну так правду матку рубанул же. Чё им не нравится? Есть же промокоды Рывынсте. Это правда? Молодец, так держать. Я бойкотирую Burger King за то, что они подали в суд. Впрочем, некоторые поддержали сеть ресторанов, а стихи Шнура назвали слабыми. Музыканты даже раскритиковали за недостаток патриотизма. Причём в стихах. Ну так правду матку рубанул же. Чё им не нравится? Есть же промокоды Рывынсте. Это правда? Молодец, так держать. Я бойкотирую Burger King за то, что они подали в суд. Ну а сам Burger King может по праву получить звание самого скандального фастфуда. Неоднозначная реклама, странные слоганы, поддержка ЛГБТ. Ресторан, который готов подать в суд на Шнурово, сам постоянно становится объектом разбирательств. Расскажу лишь про некоторые из них. Совсем недавно для своих клиентов компания устроила настоящее наедалово. И имелось в виду совсем не то, что вы подумали. А новая акция фастфуда авторов такого слогана «Созвучие» с матерным словом совсем не смутила, зато разозлила пользователей в соцсетях. Многие посчитали, что использование такого каламбура не очень удачный ход и вообще неприлично обращаться так к людям. Наедаловым все не завершилось. Вот с этим слоганом пришлось разбираться уже управлению Федеральной антимонопольной службы. Нализаться и не обостраться. Или обостриться. Призвал Burger King своих клиентов, выпустив новый острый сэндвич и новое мороженое. Эту рекламу москвичи видели при попытке подключиться к Wi-Fi в метро. ФАС привлекла лингвистов и юристов для анализа такой неоднозначной игры слов, но в итоге решили, что Burger King закона не нарушил. Правда, один из слоганов там все же заменили просто словом «остро». А в соцсетях вовсю повеселились над компанией в стихотворной форме. Девки в Burger King попали. Тройной вопер там нашли. Целый день им наедались, даже в школу не пошли. После хавки Burger King тяжело, я вам скажу. То внезапно обостряюсь, то неделю не хожу. Извините. Но совсем санкций компании сбежать не удалось. Та же ФАС по Санкт-Петербургу признала Burger King виновной за отказ выдать посетителю бесплатный пирожок с вишней. В рекламе говорилось об акции, по которой пирожок полагался к заказу. Но посетитель его не получил и подал в суд. Закон встал на сторону истца. Суд признал ресторан виновным в нарушении закона о рекламе. А еще Burger King заподозрили в расизме. И снова из-за слогана. Администраторы страниц сети фастфуда в соцсетях обыграли скандал вокруг номинантов на Оскар. На картинке изобразили бургер. Рядом карточка с образцами булочки. Около белой надпись «Взять», рядом с черной «Не взять». Изображение сопровождалось подписью «Мы узнали вкусы членов американской киноакадемии». Картинка быстро разошлась под соцсетям, а глава Burger King в Европе назвал рекламу «Дискриминационной». Принесемся в США. Там ресторан, наоборот, выступил против дискриминации и поддержал ЛГБТ. Вот такое вопер для геев и сочувствующих появился в американских ресторанах сети. Сэндвич приурочили гей-параду в Сан-Франциско. Вместе с ним появились и специальные короны с радужным флагом. Неудивительно, что многих такая лояльность к ЛГБТ в нашей стране не порадовала. И ресторанам сети в Америке уже объявили бойкот. Но вернемся в Россию. Burger King, который готов засудить Сергея Шнурова за порчу репутации и упоминания в стихах, сам не брезгует использовать строки из песен в рекламе. Вот посмотрите на эту публикацию в Инстаграм. Исполнитель данного хита, певец Пьер Нарцисс, вполне мог бы предъявить претензию ресторану за использование строк из песни «Шоколадный заяц» в рекламе мороженого. Кстати, многие хвалят компанию за изобретательность и находчивость. Ведь любое упоминание в интернете, в СМИ это тоже реклама. Ну а мы следим за конфликтом ресторанов Burger King. И Сергея Шнурова сеть фастфуда грозит засудить музыканта за упоминания бренда в стихах.